Ты справедливо поступал всегда, Всю жизнь тебе была присуща скромность, Мольбу не оставлял ты никогда, Всевышнему ты проявлял покорность. И мыслей много, не хватает слов, Но точно знаю и скажу я вам, Пророк Мухаммад, милость для миров. Саля Аллаху алейхи вас. Уважаемые гости, Просим вашему вниманию выступление о пророке Мухаммаде, Саля Аллаху алейхи вассалям, Председателем Совета Улемов Духовного Управления Мусульман Нижегородской области, Мунир Хазратом Пиюсовым. Мунир Хазрат, просим вас на сцену. Саля Аллаху алейхи вассалям, Уважаемые братья и сестры, Позвольте еще раз поприветствовать вас В этот прекрасный день, В этот прекрасный вечер, Добрыми словами, Ассаляму алейкум, Варахмату Аллаху и Баракяту. Да будет мир и благословение Аллаха каждому, Кто пришел сюда с искренним намерением. Сегодня я бы хотел несколько минут, Недолго, Рассказать вам Несколько историй Из жизни пророка Мухаммеда салаллаху алейхи вассалям. Почему истории? Потому что истории, они лучше запоминаются. И истории, они как-то больше затрагивают души. Тем более, здесь я смотрю, очень много молодежи, Очень много детей. И на самом деле, я очень сильно радуюсь. И наш пророк Мухаммед салаллаху алейхи вассалям, Он очень сильно любил маленьких детей. Рассказывается, что во времена его жизни Была определенная группа сподвижников. То есть сподвижники, эти те люди, Которые жили рядом с посланником Аллаха, Салаллаху алейхи вассалям, Уверовали в Него, Уверовали в Аллаха, Субханаху атеаля. Они постоянно были с ним, И их называли Ахлюсуфа. Это были дети, У которых по разным обстоятельствам Не было родителей. Возможно, родители, Кто-то заболел и умер, Кто-то потерял отца, Кто-то потерял мать. И этих детей было примерно Около 60 человек. У них ничего не было. Если сравнить вот эту группу, Это как детский дом. Вот если говорить современными понятиями, У нас и сегодня имеются дома для детей, Для брошенных детей, приюты. И вот эта группа подростков Жила в мечети пророка Мухаммада, Салаллаху алейхи вассалям. Потому что тогда не было Отдельных каких-то домов. В мечеть приходили более состоятельные люди, Оставляли еду для них, Этих маленьких детей опекали, Кормили. Но они не просто там так находились. Они изучали ислам, Изучали священный Куран. И потом, через некоторое время, Многие из них, Уже когда взрослели, Женились, Они уже наизусть знали Коран. И вот, Среди этих детей, Был один мальчик, Которого звали Рабиа Ибну Кааб Ну, будем его называть Рабиа. Ему было где-то 9-10 лет. И он Занимался тем, Что постоянно Был рядом с пророком Мухаммадом. Он постоянно ему помогал. Когда пророк Мухаммад делал тахарат, Он брал эти Комганнар, Как мы говорим, То есть эти кувшины, Наполнял их теплой водой. И когда пророк Мухаммад делал омовение, Он подливал воду, Что-то приносил. То есть постоянно был Рядом с посланником Аллаха. Иногда даже ночевал у него дом. И настолько этот ребенок Любил нашего пророка Мухаммада, Что Иногда говорят, Он не спал. Этот ребенок, То есть он стоял Или сидел за дверью И не засыпал. То есть он думал, Вот сейчас пророк Мухаммад Позовет меня И попросит что-то принести, Что-то сделать. То есть он настолько любил И уважал нашего пророка Мухаммада, Этот ребенок. И говорят, что В один из дней Пророк Мухаммад Спросил его. Ну, Он понял, что Этот ребенок искренне помогает. Ну, вы знаете, Дети любят конфеты, Дети любят сладости, Дети любят, Может быть, Где-то погулять, Может быть, То есть у детей Есть свои желания. И пророк Мухаммад сказал, Рабья, Проси, что хочешь, Я тебе это подарю. Сэль ма щитте, Проси, что хочешь, Что ты желаешь. И Рабья, Он сказал, А можно подумать? Сказал, Расул Лула, Думай. И пророк Мухаммад, Он Он подумал, Что этот ребенок, Ну, Сейчас попросит, Может быть, Десять динаров Или дирхамов. Или попросит Купить Для себя Хорошую новую одежду. Или купить Какие-то сладости. Ну, Как обычные дети Просят деньги На мороженое, На конфеты, Может быть, Еще на что-то. И Рабья Говорит Нашему пророку Мухаммаду. Слава Аллаху, Пророк Мухаммад Был Удивлен, Он был Поражен этим ответом. То есть, Ребенок, Которым Девять лет, Дети, Которые Любят Играть, Дети, Которые Любят Вкусно Поесть. Почему Он Именно Спросил Вот этот вопрос, Почему Он попросил Это, Ведь Это могут попросить Взрослые люди. Как Абубакар, Как Али, Рады Аллаху, Как Умар, Люди, У которых Уже все есть В этой жизни. У них, У этих людей Уже Они были женаты, У них были Свои дома. А тут Маленький Ребенок Просит, Чтобы Он был Вместе На том свете Рядом С пророком Мухаммадом Салаллаху Алейху Ва селям В раю. И говорят, Что Салаллаху Алейху Ва селям Улыбнулся И сказал Ну, Ладно, А что Ты еще Хочешь? И тогда Тот снова Сказал Я хочу Быть с тобой Вместе Ва селям. И Эта Эта История Она Нам Показывает То, Что Насколько Пророк Мухаммад Салаллаху Алейху Ва селям Был Добрейшим Насколько Он Был Добрым Человеком Которого Любили Дети Поверьте Мне Дети Даже Когда Домой К вам Приходят Люди Не Не Каждому Гостю И Не Каждому Человеку Подбегают Ваши Дети Настолько Дети Любили Нашего Пророка Мухаммада Салаллаху Алейху Ва селям За его Доброту За то, Что он К ним Хорошо Относился И Давайте Сегодня Спросим Зададим Себе Вопрос Что Больше Мы Хотим В этой Жизни Вот Для Чего Мы Читаем Намазы Для Чего Мы Поклоняемся Аллаху Для Чего Мы Помогаем Бедным Почему Мы Навещаем Больных Людей Почему Мы Вообще Творим Добро На свете Какая Цель Что Мы Хотим В конце Вот Искренне Зададим Себе Вопрос Каждый Мусульманин Вам Ответит Что На Том Что Он Хочет В конце И в итоге Получить Рай И Человек Не только Хочет Попасть Вот Просто Так Рай Человек Хочет Большего Он На том Свете Хочет Оказаться Рядом С Благословенным Пророком Мухаммедом Саллаху Алейхи И Поэтому Наш Пророк Мухаммед Он Является Самым Милосердным Каждый Мусульманин И каждый Верующий Знает Что Милость Нашего Пророка Она Касается Не только В этой Жизни Но и В будущей Жизни Будет день И будет Час И будет Время Когда Пророк Мухаммед На том Свете Будет Заступаться За Людей Мы С вами Не святые Люди У людей Есть Грехи Есть И Ошибки Может Быть Кто-то Пропускает Намаз Может Быть Кто-то Еще Не стал На Прямой Путь Может Быть Кто-то Живет Неправильной Жизнью Но Мы Должны Помнить Что Придет День Когда Пророк Мухаммед Будет Заступаться За Каждого Человека Если Ты Считаешь Себя Мусульманином Если Ты Говоришь Ля Иля Илла Если Ты Искренне Любишь Нашего Пророка Мухаммеда То Знай То Пророк Мухаммед Не Оставит Тебя В Беде На Том Свете Будет День Когда Людей Выстроят Вреды Люди Будут Самым Ужасным И Тяжелым Состоянием Будет День Когда Люди Протянутыми Руками Будут Ходить По Рядам И Просить Помощи Будут Словно Нищие Люди Просить Добрые Дела Потому Что Они В Этой Жизни Ничего Хорошего Не Сделают Сначала Они Придут К Адаму Али Иссалям Он Скажет Я не могу Вам Помочь Идите Кнуху Потом Нух Их Отправят Другому Пророку И Пока Они Не Дойдут До Пророка Мухаммада Саллаллаху Али И И Говорят Что Пророк Мухаммад За Этих Грудей Будет Ходатайствовать Перед Аллахом Субхан Али Говорят Что Он Сделает Земной Поклон Вот Сами Подумайте Земной Поклон И Он Будет Молить И Просить Аллаха Чтобы Он Простил Членов Своей Умны Всех Людей Которые Искренне Говорили Ля Иля Иля Аллах А Мухаммад Расул Аллах А Затем Ему Будет Сказано О Мухаммад Подними Свою Голову Не Переживай Мы Простили Твоей Умны И Поэтому Никогда Не Забывайте Нашего Пророка Не Только В день Маулида Или Там В определенную Дату В определенное Число Если У вас Есть Время Всегда Говорите Салавату Нашему Пророку Возможно Один Салават Благословения И приветствия Которым Мы Скажем Нашему Пророку Искренне От души Может быть Этот Один Салават Поможет Нам На том Свете Я Я Прошу И Пусть Аллах Благословит Нашу Умму Возрадует Нашего Пророка Мухаммеда Салла Аллаху Алейхвас Салям Вальхамду Лиллях Рабби Ла Алями